Работа по ликвидации аппаратов со сладостями и газированными напитками и школ уже на Читае будет закончена в месячный срок. Вместо вредной еды руководство школ должно предложить детям здоровое питание в столовой. По поручению главы региона, по всему Приморью уже созданы группы общественного контроля за питанием школьников. Еще в прошлом году объем финансирования питания детей из краевого бюджета был увеличен вдвое. Теперь важно проверить, как нововведение реализуется на местах. Сколько все-таки у нас на выходе получает продуктов конкретно ребенок? Сколько что-то денег уходит? 20 рублей или 21? Или уходит все-таки там в пределах 40? И вы должны ясно и понятно сформулировать сейчас, сколько будет брать аутсорсинговая компания на содержание своего административного аппарата, на доставку? Не более 10-15 процентов, как вы сказали. И просчитайте. Просчитайте, просмотрите везде стоимость хлебобулочных изделий, которые сегодня просто 300 процентов они работают. Не так давно начались проверки качества питания и ценовой политики на хлебобулочную продукцию в школах. Олег Кожемяка посетил школы номер 17 и 46 в обеденное время и пообщался с учениками. Школьники рассказали, что после увеличения краевых дотаций питание стало лучше. Однако меню все равно недостаточно разнообразное. Глава региона подробно изучил недельное меню столовой. Больше всего губернатора возмутили цены на хлебобулочные изделия. Около 40 рублей за школьную булочку. 300 процентов накрутили на булочку. Это что, нормально? Она стоит столько же, сколько стоит обед. Мы миллиард рублей направили на улучшение питания. Для чего? Для того, чтобы кто-то зарабатывал там деньги. Сегодня группы контроля питания школьников созданы во всех муниципалитетах при участии общественных организаций «Матери России» и Совет многодетных родителей, специалистов Роспотребнадзора и муниципальных управлений образования. Губернатор отметил, что сегодня средства из краевого бюджета поступают в населенные пункты, которые сами проводят конкурсы на обеспечение школьников питанием. Школа получает продукты уже по факту. Дайте школам право самим закупать эти продукты. Пускай директор там сама через свой завхоз распоряжается. Там, где есть в этих школах подготовленное оборудование, где это есть. Не надо устраивать еще каких-то посредников в муниципалитете. Сегодня посмотрите на цены, которые закупаются в муниципалитетах и передаются в школах. С тем, чтобы там не было никакой составляющей такой бытовой коррупции. Проведить эту работу – это просто вообще одна из главных задач, которую нужно вывести на нормальный уровень. С тем, чтобы ребенок действительно получал качественное питание. Напомним, в 2019 году из краевого бюджета на обеспечение бесплатным питанием школьников направлено больше миллиарда рублей. Размер стоимости питания устанавливается из расчета 42 рубля в день на одного обучающегося. Отметим, что сегодня в Приморье в 150 школах из почти 500 питание осуществляется индивидуальными предпринимателями по аутсорсингу, в том числе во всех школах Владивостока. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом.